Доходы государственного предприятия АМПУ с начала 2015 года составили почти 2 миллиарда гривен. При этом чистая прибыль предприятия составила более 900 миллионов гривен. Об этом сообщил председатель государственного предприятия администрация морских портов Украины Андрей Амелин в ходе квартального отчета. Подробнее в сюжете Марии Яницкой. 23 апреля в Одессу зашел первый в этом туристическом сезоне круизный лайнер Европа. Это очень отрадно, потому как прошлый год был очень тяжелым для круизного бизнеса. Из 150 запланированных заходов были осуществлены всего 32. Это хороший знак. Знак для других круизных операторов, который говорит о том, что в нашем городе стабильно, безопасно. Посещение города прошло без каких-либо осложнений. Туристы довольны городом, приемом. Так что в этом хочу поздравить всех вас и одесситов в том, что сезон открылся. Также Андрей Амелин отчитался и о доходах и расходах административных морских портов Украины. Чистый доход администрации портов составил за первый квартал миллиард 700 миллионов при запланированных миллиард 600. Чистая прибыль составила почти 950 миллионов гривен. И платежи, бюджет всех уровней и фондов составил 340 миллионов гривен. К сожалению, по состоянию на 28 апреля финансовый план предприятия не утвержден, что значительно ограничивает возможности АМПУ выполнения работ по развитию. В ходе квартального отчета Андрей Амелин опроверг информацию о том, что в администрации портов наблюдается рост административных расходов. На самом деле расходы на содержание управленческого аппарата снизились почти на 10 миллионов гривен. Важно отметить, по итогам 2014 года было 4 убыточных филиала. На сегодняшний день их осталось 2. Остались убыточные Скадовск, Ирине, филиалы Измаил и Белгород-Днестровск. Сегодня показывают положительную динамику и первый квартал закончили с прибылью. Что касается грузопереработки, то первый квартал был закрыт с показателем 35,8 миллионов тонн, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. Причина спада – ситуация на Востоке и нестабильность на валютном рынке, которая влияет на импортные поставки. Также было отмечено, что администрации уделяется много внимания оптимизации системы управления и укропнения некоторых филиалов. Мы уже подали в министерство, как пилотный проект под одному из филиалов, в порт Усть-Дунайский, о том, чтобы его укропнить путем присоединения к Измаилу, тем самым сократить расходы на содержание аппарата. Кроме того, в администрации морских портов приступили к разработке концепции использования собственного дноуглубительного флота. Специалисты администрации рассматривают возможность выполнения замкнутого цикла дноуглубительных работ в рамках одного предприятия. Концепции предусмотрена концентрация всего дноуглубительного флота в одном структурном подразделении. Реализация концепции использования собственного дноуглубительного флота позволит существенно снизить долю выполнения дноуглубительных работ сторонними организациями. Это даст нам возможность мобильности, это оперативные решения для той или иной акватории и применения флота. Если этот проект получит свое подтверждение в жизни, то не исключаю, что, возможно, мы будем даже путем аренды флота увеличивать свой дноуглубительный флот и улучшим, и ускорим, и, самое главное, удешевим процедуру эксплуатационного дноуглубления. На сегодняшний день дноуглубительные работы приостановлены в связи с нерестом. Разрешение на работу в нерестовый период удалось получить только одесскому филиалу. Андрей Мелин, глава администрации морских портов Украины, также отметил, что в их структуре, как и во всей стране, идет усиленная борьба с коррупцией. Вот только буквально закончили практически обновление нашей службы закупок. Весь персонал заменен. Эта служба теперь находится в Одессе. У нас здесь под контролем. Это даст возможность более плотно взаимодействовать со всеми остальными службами и подразделениями, что, надеюсь, даст хороший позитивный эффект. Кроме того, была создана мощная служба по экономической безопасности, которая активно участвует в проверке и контроле всех филиалов. Продолжение следует...